Наиболее распространенные мошенничества с мобильными телефонами – это случаи с родственниками, когда злоумышленники сообщают родителям о тяжелом состоянии детей и просят срочно перечислить на указанные банковские счета либо телефонные номера денежные средства. Часто горожане получают сообщения и о том, что их банковская карта заблокирована. Проверить это легко. Можно позвонить по указанному на карте бесплатному номеру или дойти до ближайшего банкомата. Но не все успевают трезво оценить ситуацию. Лидируют среди мошеннических способов смс-просьбы. Хотелось бы обратить внимание граждан на то, что при получении каких-либо сообщений с просьбами либо перечислить деньги, либо обратиться к банкоматам для совершения манипуляций с банковскими картами, либо с просьбой принять участие в каком-то выигрыше, розыгрыше, лотереи, призов, чтобы граждане относились к этому осторожно, потому как мошенники используют совершенно неограниченную фантазию для того, чтобы изъять из законного владения и обратить в незаконное владение денежные средства потерпевших. СМС-ки с подозрительными текстами и сомнительные звонки должны не просто насторожить, а стать поводом к действиям, но не по правилам мошенников. Во-первых, все данные необходимо перепроверить, позвонить тем же родственникам и узнать об их самочувствии. Если вы все же попались на удочку, незамедлительно звоните в полицию по всем известному номеру 02. Если уже деньги перечислили, необходимо что сделать? Взять подтверждающие документы. Это или это банкомат, или это терминал платежный. Сотрудники правоохранительного города что могут сделать? Если время позволяет заблокировать так называемый перевод денежных средств в течение до трех часов. Если свыше трех часов денег не заблокировано, они поступят на счет, соответственно, того мошенника, который проведет эту схему. В Сочи за год совершается более сотни телефонных мошенничеств. Основная защита, отмечают правоохранители, это бдительность и правовая грамотность граждан. Успех же раскрытия преступлений, напоминают полицейские, зависит от своевременного обращения в органы внутренних дел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...